Добрый день! Воскресенье, 15 января, середина зимы. Пустынные, пустые чикагские улицы. Я вот хотел поговорить насчёт парковки в Чикаго. Но вот тут места, где могут машины разные парковаться. Тут нет запрещающих знаков. Поэтому тут какие-то машины странные появляются с разбитыми медьями. Ну, обычно там есть знаки, где парковаться могут только жители данной местности. То есть их надо покупать. То есть год как-то какая-то там оплата идёт. Ну, а если проверят, у тебя нет этого значка, то тебя оштрафуют на большую сумму. Сейчас тут нет этого значка, сейчас в другом месте. А вот тут, рядом с бывшей школой, тут вот этих значков нету. И тут машины могут свободно парковаться. Это вот большая вальдорфская школа. Сейчас это пустое здание, которое не эксплуатируют никак. Оно принадлежит этой церкви католической. Ну и, соответственно, она владелец этого дома огромного. И школа вальдорфская здесь когда-то арендовала это помещение. Где-то 15 она арендовала. Ну, вот, а сейчас тут всё пусто. И вот машины. А когда была школа, она тут тоже нельзя было парковаться. Как-то, когда она была, функционировала. Ну, а так вот за углом уже парковаться могут только там... А, вот там как раз есть такой значок, сейчас покажу. То есть, парковаться. Дороги тут, смотрите, такие нягкие. Вот, Пермит 56. То есть ночью могут парковаться только те, у кого есть номер 56. Ну, днём можно. Днём могут люди парковаться, но именно по ночам. По ночам могут парковаться только обладатели вот этого Пермита, номер 56. Ну, это какой-то вот Пермит на разрешение именно в нашем районе. У нас тут тоже есть, но у нас есть гараж, поэтому... В этом году моя зная решила не покупать его. То есть мы в гараже, мы за гараж платим где-то 100 долларов. 100 долларов в месяц. Ну, это удобно, особенно зимой, когда снег падает. И всё такое. Ну, тут счастливцы, у кого есть гараж. Гаражи тут не у всех. То есть в Чикаго вот это и есть проблема паркинга. Ну, и умение вот это втискиваться. Ну, в Москве, наверное, то же самое. Там тоже была очень большая проблема. Мы жили в Крылатском. Я никогда особо машину не водила, только-только немножко начала ездить. Так что вот так вот. То есть в Чикаго это достаточно всё сурово с этими... То есть так просто не поедешь. И в тот же даунтаун. Там надо на плотную стоянку. Ну, это понятно делать. В Нью-Йорке, говорят, ещё хуже. Ещё всё суровее. В этом отношении. Ну, а у нас тут, в принципе, машина... Ну, видите, есть пустоты. Приезжай, паргуйся. Спасибо. Это был Федя Лапшинский из города Чикаго.